МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Игоревич, зимородок, который вот-вот состоится, станет уже 32-м по счету. И вы знаете, люди с годами меняются. Я помню себя в 17 как раз, вот сейчас мне 32, кстати. Но абсолютно разные люди. А фестиваль тоже как-то поменялся? Да, естественно. Здесь очень много аспектов в изменениях фестиваля. Нет, дух его остался. А что за дух? Дух фестиваля, как характеризовала его одна из наших любимых женщин, это Светлана Ветрова, это автор-исполнитель из Питера. Она много лет ездит на фестиваль. Она сказала, что это какой-то островок духа 60-х, 70-х годов прошлого столетия. Это вот те самые кухонные, откровенные, искренние разговоры. Это дружеское плечо. То есть не время, а мироощущение людей, которые в то время жили. Да, конечно. Это какой-то островок именно этого. Когда в песне приветствуется не класс, как ты его исполнил, не твой голос поставленный, допустим, а насколько ты туда вложил собственную душу, насколько ты пережил то, что ты поешь. Вот это остается. Я рад и счастлив, что это остается неизменным, и мы это поддерживаем. А технический фестиваль растет, естественно же, совершенствуется. То есть сейчас уже без компьютера в штабе уже невозможно представить себе фестиваль. Это база данных, которая, ну, я по опыту скажу так, что на одном из первых фестивалей вообще в бардовской среде появилась своя база данных, которая сохраняет имена, фамилии тех участников, которые приезжали много лет назад, и мы можем на основе этой базы составить какие-то отчеты. Это комфорт. Опять же, если вспомнить, как мы в «Березке» в спортзале спали на полу и предоставляли одну кровать на двух человек, это было официально. Полное погружение. Да, полное погружение. Сейчас уже, конечно, каждому по кровати, на полу, конечно, никто не спит. И благодаря тому, что мы 15 лет, вот уже в этом году, 15-й год, мы будем проводить фестиваль в лагере имени Гайдара. И начиналось там это все с каких-то жутких холодов, с прорванных батарей. В 2005 году лагерь запускался после 10-летнего простоя. Кстати, коротенький вопрос. А почему решили зимой проводить фестиваль? Вроде лето гораздо больше подходит. Это изначально на совести организаторов, те, кто это придумал, это Валера Бойков, Саша Будаков и Андрей Волков. Это было в 88-м году. Ну, видимо, потому что летом фестивалей много, а зимой нет. Потом же, опять же, желание занять детей в каникулы, в частности, детей студентов в зимние каникулы, потому что он был еще и в зимние каникулы проходил. Это сейчас он съехал немножко на февраль. Это благодаря тому, что возрастной ценз мы подняли. То есть, он был сначала детским, потом юношеским. Сейчас стал молодежным, а молодежь у нас до 30 лет, насколько я понимаю, по законодательству. И это в основном студенты, а у них там уже в конце... Под них подстроились. Да, под них подстроились. Сроки проведения менялись, но сейчас устаканилось, вроде первые выходные февраля. А сколько, кстати, людей в этом году ожидается? В этом году вот сейчас заявок у меня 340 человек. Это без оргкомитета. Ну, плюс еще 20, это где-то 360. Но, как показывает практика, это все корректируется по ходу. То есть, ну, я так думаю, что больше 300 точно будет. А из них наших сколько? Вот, опять же, фестиваль... Сейчас пошла волна, что саровчан количество начало увеличиваться. И это очень приятно. Потому что было время, когда приезжал КСП «Поиск». Ну, во-первых, практически 80% тех, кто приехали в оргкомитет. Ну, остальные просто приезжали потусить. Иногда даже в субботу, не оплачивая ничего, приезжали на концерт. Ночью уезжали обратно и все. А сейчас количество саровчан выросло за счет, все-таки, я считаю, активизации какой-то работы с детьми в городе. Ну, это в этом немаловажная роль. Опять же, у Ани Юрьевой, которая в свое время вернулась в город на постоянное место жительства. И по собственной институте организовала клуб «Струна». И в этом году она везет в клубе. Ну, по крайней мере, на фестиваль едут 30 человек. И, опять же, я так понимаю, с ее подачи в Сарфте организован клуб «Струнцы», который тоже везет 11 человек на фестиваль. Есть у нас Наталья Михайловна Птицына, которая занимается вокальной группой в пятой школе. Она везет свой ансамбль «Настроение». Есть юкап «След» из ЦВР. То есть, в принципе, у нас так... Оказалось, что в Сарове благодатная почва для авторской песни. А, кстати, вот вас это не удивляет? Все-таки, ну, вот 60-е, 70-е, ну, это что-то такое, знаете, из прошлого? Я думаю, что это благодаря закрытости города все-таки. Как бы не противоречиво население относилось к закрытому, вот к закрытости города, я считаю, вот здесь как раз это было в плюс. Потому что на наших глазах много клубов по Нижегородской области, вообще по России закончили свое существование из-за смутных времен 90-х. Сейчас вот эта коммерциализация всего и вся, опять же, это помещение. Не смогли это будет пережить. Не смогли выжить. У нас получилось так, что когда комсомол, который именно поддерживал бардовское движение в городе, в том числе и фестиваль, он благополучно почил в БОЗе в 92-м году. И в 93-м году у нас фестиваля не было. Ну, во-первых, как-то вот команда еще была такая небольшая. Я только влился в эту команду. Я в 90-м году приехал в город. И неизвестно было, за что цепляться. Еще не было вот этой базы знакомств, людей, к которым можно было прийти. И совершенно случайно в 93-м году осенью мы сидели в Березке с Славой Лопашовым, со Светой Линстрим разговаривали. И вдруг вспомнили про зимородок. И оказалось, что в городе уже организован комитет по делам молодежи. То есть структура, фактически заменившая собой ЛКСМ. И договорились, что мы все-таки возродим этот фестиваль. И в 94-м году мы его провели в Березке с помощью комитета по делам молодежи. Владимир Игоревич, вот смотрите, зимородок официально называется фестивалем самодеятельной песни, если я не ошибаюсь. Это казенное название, просто для того, чтобы оно было. Если мы его смахнем, то что мы увидим? Вот для вас, зимородок, что такое? Мы перед интервью уже несколько поговорили на эту тему. Я думаю, что если уж совсем сузить, это встреча друзей. Такая большая на 350 человек дружеская посиделка. Да, это встреча друзей. Это искренний разговор. Это какое-то слияние душ, я бы сказал так. О чем разговариваете? О жизни. Но о жизни, именно о жизни, не о тяжести ее в плане финансовом, допустим. А о жизни каком-то философском понятии, что ли, о любви, о дружбе. Ну, может, о романтике, когда без нее никуда. Особенно если с молодежью разговариваешь, романтика же это все равно. Это круто. Походы. То есть, это группа людей, которым есть о чем друг с другом поговорить, они на одной волне, они понимают. Да, именно так. А самодеятельная, я в свое время настаивал на этой формулировке, только потому, что, на мой взгляд, она наиболее близка к определению авторской, бардовской, самодеятельной, какой угодно песни, которую мы, можно сказать, проповедуем, культивируем самодеятельно. Это тоже не очень правильная формулировка. Но, к сожалению, это очень сложный вопрос. И не пришли к общему мнению до сих пор. Но есть формулировки другие, что бардовская песня – это поэтическое музицирование, допустим. Есть такая формулировка. Городской романс, опять же, есть одна из формулировок. Но вот здесь самодеятельная песня, ты, наверное, прав. Это все-таки более казенно, но более приближенное к смыслу. Просто на маленьком примере. Вы все живете бардовской песней или у вас есть предпочтение в музыке своей? Что вам вообще нравится из современных исполнителей? Или это прям очень оторванный ваш жанр? Нет. Почему? И в бардовской песне в широком понимании разные направления есть. Взять хотя бы того же Андрея Козловского, который поет рок-н-ролл, блюзы, даже регги поет. Но это все настолько... Все равно ваше. Да, это наше. Потому что если... Я-то всегда считал и буду считать, что в бардовской песне все-таки в ней первичны стихи. И какая-то все-таки жизненная философия вложенная в эти стихи. И вот как раз у Андрея Козловского даже на фоне блюзов и рок-н-роллов настолько сильна именно поэзия, а я не побоюсь этого слова, что это наш человек. То есть, это в первую очередь поэт-музыкант? Да. Для меня так. Ну, это мое, может быть, субъективное мнение. Но я для себя немножко дежурно всех, кто работает в этом жанре. Делю на музыкантов, поэтов. Либо это действительно универсал, что и музыкант, и поэт. Вот для меня это так. Сейчас уже кто-то из знакомых вывел такой термин «артист бардовской песни». Артист бардовской песни. То есть, уже люди, которые с какими-то эстрадными замашками. У них райдеры есть. Они такие все именно творческие личности. С претензиями. С претензиями. И я бы не сказал, что и творчество плохое. Ну, как бы есть, что послушать. Но, тем не менее, у меня как-то вот уже от этого пропадает желание слушать. Это они уже выросли. Они что-то подчеркнули, что это может быть испортно. Нет, они как раз еще пока растут. Но я думаю, что... Вот. Я потерял нить разговора. Ничего страшного. У меня был вопрос. Фестиваль молодежный. Это прямо стоит в заглавии. Вот эти вот ребята, которым сейчас ну сколько... Вот от скольки и до скольки? Ну, декларируется конкурс от 14 до 30 лет. Вот эти ребята, которым от 14 до 30, они как меняют бордовскую песню? Ведь это люди другого поколения. Да. Они не могут петь о походах, в которые они, скорее всего, не ходят. Почему? Почему не могут? Здесь же... Если песня называется о походе, это не значит, что она именно вот только воспевает. Байдарку. И я же говорил, что в песне все равно существует какая-то философия. Должна существовать, по крайней мере. Если это настоящая песня, то уже тут поход-то тут только вот как картина, на фоне которой можно показать что-то жизненное. А старая песня мы стараемся давать им сами. У нас все-таки издревле есть хоть какой-нибудь небольшой концерт на «Зимородке», который посвящен классике авторской песни. Это вот как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Или не совсем? Ну, это, наверное, тоже. Но это уже такая уже даже сказать, как бы это даже и не песня. Это уже салют. Я бы сравнил, как здорово, что все мы здесь собрались с салютом. На любом мероприятии есть салют. Как гимн. В начале и в конце. На любом мероприятии, даже корпоративы возьми, где не запоешь, все знают эту песню. Это салют. Мы ее в сторону так отодвинем. Как милую мою солнышку лесную давайте. Хотя, на самом деле, очень хорошие песни. Если вдуматься, если спеть вдумчиво. И они не виноваты, что их настолько заездили. Но эти песни в сторону. Ну, почему? Есть классики в жанре. Это и Городницкий, и Висбор, и Кукин, и Клячкин, и Егоров. А это все действительно классики, апологеты авторской песни. Их песни звучат, и они нисколько в современности не умеют. А у вас есть молодые ребята, которые поют на уровне? Другое дело, что, может быть, это не так широко слышится, но вы, как человек, который этим живете, можете оценить. На уровне... Того же Висбор, Митяева, вот этих грандов. Нет, а здесь же дело-то не в том, как поют. Потому что, ну, Висбор... Уровень, я имею в виду по смыслу, по исполнению, по отдаче. По исполнению, да, есть, конечно, есть, есть. Авторов я бы не сказал, что такого плана сейчас. Ну, они еще и не могут так писать чисто по жизни, потому что... То есть, опыт еще столько нет. Нужен опыт, да. Вот. А петь поют, петь. И очень даже замечательные ребята есть. И вырастают замечательные ребята. А у вас есть программа для маленьких? Ну, 14-30 это основная. Да, и это больная тема, это такая мозоль, на которую ты наступил. Ну, это фигурально говоря. Ну, как бы, да, действительно, есть такая песня. А как же дети, их лучше за борт. Такая пиратская песня есть. Вот. Вот на самом деле иногда так хочется этих детей всех за борт. Но куда от них деться? А дело вот в чем. Когда фестиваль юношеский, молодежный, ребята приезжавшие, они, естественно, растут. И если у нас этот рост заметен меньше, то как бы вот первые 30 лет человек действительно растет. То есть, у него меняется очень многое в жизни, происходит установка каких-то там ценностей, опять же, меняется его статус. То он ученик, то он студент, то он уже работающий. В личном плане тоже все меняется. Так же и эти ребята, они вырастали, они женились, выходили замуж, рожали детей. И, соответственно, если в них оставалась хорошая память о зимородке, ну, куда они с детьми? Естественно, на зимородок. О, мы там три года пропустили, надо ехать. И, естественно, ребенка с собой. Это, во-первых, нас очень греет это доверие. То есть, человек везет свое дитя туда, где он считает, что все будет замечательно. Это замечательно, это хорошо, это нам радостно. Но их становилось все больше и больше детей. И родители, опять же, мы понимаем их, им хочется тоже потусить. Не получается, потому что спина грыз на спине. И мы организовали, это было лет 10, наверное, назад, 11. Мы организовали сначала так называемую детскую комнату. Мы там игрушки, DVD, мультики, аниматоров до сих пор нам дают. Ну, чтобы не скучно было, ребята. Да, не скучно. То есть, человек может сдать своего ребенка в детскую комнату и пойти хоть немножко там песни послушать и попеть. Но эти дети, как и родители, они захотели петь. Мы организовали для них тогда такой небольшой концерт. Дети взрослые взрослым детям. Взрослые детям. То есть, дети взрослые детям поют детские песни, а дети взрослым то, что могут. Я был на одном из таких концертов в детской комнате. Это, конечно, да. Это что-то. То есть, там, во-первых, гвалт. Во-вторых, там еще и песни поют. Но, с другой стороны, это все замечательно. Это такая классная свалка детская взрослая. Потому что взрослые становятся детьми и начинают делать то же самое. Но эти дети пошли в конкурс. Причем, поскольку не было отдельного конкурса, они пошли в общий. Сами захотели. Да. Ну, и родители хотят, чтобы... Некоторые родители, вот, к сожалению, ради конкурса... Бывает такое, что ради конкурса только ездят, и ребенок настраивается. И как-то, особенно, когда не проходит, начинает сильно расстраиваться и плакать в том числе. А это не соревнования все-таки. Да. И надо... Почему с 14 лет, что уже ребенок более психологически устойчивый? И, во-вторых, он уже более жизнь осмысляет. Но, тем не менее, чтобы это подрастающее поколение не занимало время и не отнимало время большого жюри от тех, кто действительно хотят в конкурсе поучаствовать, вот, года три назад для них был организован отдельный детский поток. То есть, сейчас уже действует детская мастерская, детское жюри, существует детский конкурс, потом итоговый концерт с награждениями. И все атрибуты конкурса так же, как у более старшего поколения. Наверное, это стало сюрпризом для вас в том числе, что будет такое желание и такое количество желающих. Нет, если лет 10 назад мне сказали бы об этом, я бы, ну, зачем, все нормально же, все хорошо. Нет, на самом деле, детское... С одной стороны, мы рады. То есть, это именно подрастающее поколение, которое растет. И такой детской республики, в принципе, ну, вот на этих фестивалях я не наблюдал. Именно вот такого желания родителей привезти детей именно в таком количестве, и чтобы нужно было организовывать детский конкурс. Владимир Игоревич, «Зимородок» — это не просто фестиваль, где поют, вы еще и награды вручаете. Скажите, по каким номинациям в этом году? Ну, номинации перечислять... Основные хотя бы. Ну, их можно почитать и на сайте, их пять. Насколько я помню, это полный автор, это автор музыки, это поэтическое произведение. Мы все-таки настаиваем на том, что если песня идет от поэзии, должен быть какой-то конкурс поэтов. У нас это есть уже много лет. Это, насколько я помню, коллективное исполнение, это ансамбли. А вот не помню, дуэты отдельно у нас или нет. Но это мы каждый раз решаем, отдельно или не отдельно. То есть, это вот основные номинации. И две возрастные категории — это от 14 до 18 и от 18 до 30. А победитель уже заранее примерно известный или будет Сеча? Нет, что вы. Здесь уже устоялось у нас главное жюри уже много лет. Вот Александр Костромин приезжает. Это художественный руководитель Центра авторской песни в Москве. Это Светлана Ветрова, я ее уже называл, из Питера автор, исполнитель приезжает. Это наши очень большие друзья, им по гроб жизни обязан, потому что люди действительно приезжают работать. Это Андрей Волков, председатель главного жюри, наш Саровский. Это я. И у нас ездила Татьяна Дрыгина из Москвы несколько лет. Сейчас ее она в этом году не сможет. Но приедет, наверное, Женя Слабиков, тоже автор, исполнитель из Москвы. Достаточно жесткое жюри в хорошем понимании этого слова. И у нас иногда в номинациях и лауреатов-то и не бывает. Никто не достоин. Да, бывает и так. Ничего себе. Есть дипломанты, там два-три может быть, а лауреата может и не быть. И это совершенно нормально, я считаю. А вы, как член жюри, на что внимание обращаете? А вот как раз я об этом и говорил. Можно спеть плохо, можно сыграть неважнецко. Но если ты вкладываешь душу в песню, то она прошибет. Это сразу видно и чувствуется. Да, конечно. Здесь как раз у нас, по настоянию Андрея Волкова, как раз у нас такое многонациональное жюри из разных городов. Потому что Москва и Питер – это тоже две большие разницы, как говорят в Одессе. Школы разные. Москва и Питер – это разные отношения к бардовской песне. Ну, в тонкостях, я бы сказал так. А у нас свое. У нас деревенское, провинциальное свое отношение. И вот это все, когда собирается вместе, это действительно получается какое-то усредненное уже отношение. И вот это здорово. Взвешенное, да? Да, взвешенное. Без перекосов в ту или иную сторону. И еще один из девизов фестиваля – что каждый человек должен быть занят. Поэтому на фестивале, кроме параллельно действующих, ну, вернее, как, есть несколько параллельно действующих потоков, постоянных. То есть, это прослушивание в большом жюри. Один поток. То есть, он идет вот отдельно, да. Это творческие мастерские. Они тоже идут параллельно. Тоже вот полтора дня. Пятницу и половину субботы, да. Это мини-концерты, которые тоже идут параллельно. Ну, фактически нон-стоп. То есть, по 25 минут, 5 минут перерыв. И это концерты, на которые можно прийти и послушать, если ты не в большом жюри, если ты не в творческих мастерских, ты идешь слушать мини-концерты. И, ну, это в зависимости от погоды. А, еще детское, так сказать, направление у нас сейчас появилось. Это тоже параллельно все идет. И еще есть зимобол. Это, ну, всегда попытка вытащить людей на улицу. Был в свое время у нас зимний футбол. Этот был еще в Березке давно. Потом у нас были какие-то веселые старты, что-то еще. А сейчас у нас зимобол. Это берется большой вот этот вот мяч. Для аэробики, да? Да, для аэробики. И зимой команды из пяти человек, они начинают играть в этот мячик. Ты как снайпер, что ли? Ну, нет, как футбол. А, футбол. Футбол. В руки брать его, я так понимаю, нельзя. Ну, у нас есть правила разработанные для зимобола. Все, у нас там команды собираются. Вот это вот. И финальный матч проходит в субботу. На финал все собираются там. Это постоянная занятость. Люди всегда чем-то... Ну, естественно, есть вечером большие концерты, которые проходят в большом зале, когда все уже заканчивается, все эти потоки. И начинается уже, собственно, есть концерт большой метров и мастеров, так называемый, чтобы люди увидели, что из себя представляют, собственно говоря, те метры, которые сидят в мастерской. Есть концерт, вот в этом году мы сделали, поскольку фестиваль, мы еще не сказали, фестиваль посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, будет такой концерт, ну, как эксперимент, в общем-то, мы проводим. Споем вместе песни о войне. То есть это выходят люди с гитарами на сцену, это ведущие концерты, ставится экран со словами, ну, как в караоке фактически, да, и люди поют вместе, зал поет вместе вот песни со словами и с музыкальным сопровождением со сцены. Это будет новый такой опыт? Ну, споем вместе уже было пару раз, ну, не очень, мне казалось, а вот сейчас уже подготовка идет серьезная, песня о войне, споем вместе. И даже есть мысль в городе такую же организовать. На этом все, спасибо, что были с нами, напоминаю, что сегодня мы беседовали с президентом клуба самодеятельной песни «Поиск» и одним из организаторов фестиваля «Зимородок» Владимиром Тюновым. Владимир Игоревич, большое спасибо, что согласились прийти, всего хорошего. Большое спасибо вам, до свидания, всего доброго.